Здесь собрано более 7 тысяч книг. Самый старый экземпляр – это Том Гёте, изданный в 1892 году. Знакомство с клубом посёлка Марково министр культуры региона Вера Кучищева начинает с библиотеки. В следующем кабинете гостям демонстрируют сценические костюмы. Сейчас в Доме культуры их не хватает. Мы все это подскажем, потому что сегодня, конечно, очень много литературы, интернет. Они заглядывают, смотрят. Но наша задача, чтобы пройти не по пути дёшево и блестяще, а грамотно. Обновить в Марковском Доме культуры нужны и музыкальные инструменты. Тем более, что в сентябре нынешнего года здесь планируют открыть филиал одной из иркутских музыкальных школ. Это пока все инструменты, которые есть в Марковском Доме культуры. Однако их не хватает. Нужны и новые гитары, и баяны, и гармоники. Тем более, что большинство из этих инструментов свой век уже отслужили. Вот, например, этой балалайке более 20 лет руководство клуба шутит. Музыкальному инструменту уже давно пора на пенсию. Шахматный клуб, кружок хореографии, два народных ансамбля. Всего 12 секций и кружков. Их посещают около 400 жителей Маркова. За своё почти 30-летнее существование это учреждение несколько раз меняло прописку. До последнего времени базировалось в детском саду. А буквально два месяца назад у Дома культуры появилось собственное здание. Мы занимались вечерами, значит, были всякие неурядицы, что вечером помещение детского сада, двор тоже закрывается. Поэтому было очень сложно работать. Но мы всё равно сохранили все коллективы и перешли с детского сада с теми же коллективами, которые работают сейчас. Понимаете, в трёх комнатах у нас работало 9 коллективов. Как рассказала министр Вера Кутищева, на покупку музыкальных инструментов, необходимого оборудования и сценических костюмов каждому учреждению, вошедшему в проект 50 модельных домов культуры при Ангаре, поступит около 4 миллионов рублей из регионального бюджета. Муниципальные же власти должны будут выделить средства на ремонт клубов. Оно должно быть в комплексе выглядеть таким образом. Прекрасное помещение, как вот мы здесь видим. Плюс к этому, значит, хороший библиотечный фонд, хорошие инструменты, хорошие, значит, творческие силы, кадры, которые могли бы организовать вот такие услуги. И, наверное, очень важно, когда у нас в самых различных уголках Иркутской области будут вот такие модельные клубы, куда может прийти любой ребёнок, любой взрослый или пожилой человек со своим видением мира, со своим духовным восприятием того, что происходит, со своими принципами. Сейчас рядом со зданием дома культуры полным ходом идёт строительство. Здесь возводят спортивный зал. Он будет готов к концу нынешнего года, а сотрудники ДК пока решают. Какие спортивные секции откроются в Марково? Вероника Тимошенко, Константин Синицын. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова